Горячий душ сегодня разбудил жителей дома на Таганской. Там утром прорвало трубу. Из-за аварии затопило весь подъезд и горожанам пришлось выбираться на улицу чуть ли не вплавь. Кто устроил водную западню горожанам и как из нее выбираться, выясняла Юлия Анашкина. Называется дали тепло. Утро у жителей Таганской началось не с кофе, а с теплого душа в постель. Вода начала хлестать из стояка и за считанные минуты затопило шесть квартир. Жители схватились за ведра и тряпки, но толку было мало. Вот батарея, вот она идет, стоячная батарея. И с нее просто, получается, как водопадом идет вниз. Я начал сначала что-то попробовать вычерпать, но потом, конечно, это просто невозможно. Потому что как только я начинаю вычерпывать, ведро одно ушло, а прихожу здесь уже два ведра. То есть просто нереально. Как выяснилось, в квартире на седьмом этаже прорвало трубу. Причем в тот момент, когда хозяев не было дома. Попасть к ним в аварийной службе удалось только спустя два с половиной часа. За это время жильцы промокли насквозь. Коммунальный водопад залил весь подъезд. Если одни жильцы отделались лужами на полу, другим повезло гораздо меньше. К примеру, в квартирах на верхних этажах вода до сих пор стоит по щиколотку. Аварийщики установили ЧП, случилось после замены батареи. Хозяин квартиры сделал это самостоятельно, но просчитался. Должным образом они затянули болты. Вот они долго и не протянули. Лопнули, когда дом стали подключать к отоплению и заполнять систему. Собственник, устроивший потоп, прячется за дверью. Видимо, стыдится. Батареи, умолки, те светильнии. Нет, зачем ничего показывать? Мы все там прибираемся. Тем временем соседи расхлебывают последствия ошибки. У одних потрескался пол, у других промокли стены. У третьих потолок вот-вот обвалится. Обои отстают. Тут полностью все протекло. Там вот тоже потолок. Пол, конечно, я не знаю, когда он просохнет. Оно же и под линолем туда затекло. И там, наверное, может даже мокриты заведутся. В управдоме от проблемы открещиваются. Мол, ЧП случилось не по их вине. А значит, и компенсацию они выплачивать не обязаны. Но коммунальщики все же составили акт, где прописаны разрушения. Благодаря ему у собственников появился шанс возместить ущерб. На основании акта, составленного сегодня нашим инженером, на месте и подписанного собственником 64-й квартиры, пострадавшие жители могут обратиться в суд за возмещением ущерба. Хотя это мало успокаивает. Ведь суд может затянуться. Да и у виновника аварии такие деньги вряд ли сразу найдутся. А ремонт нужно делать, пока кирпич на голову не упал. Юлия Анашкина, Николай Косырев. Новости 41-го канала.